Парад Победы Парад Победы Парад Победы Парад Победы Парад Победы и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. 77 лет назад бойцы 150-й Идритской стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина подрузили на Рейхстаге алое Знамя Победы над поверженным фашизмом. Сегодня почетное право нести флаг Российской Федерации и Знамя Победы предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского преображенского полка сержантом Антону Михайлову и Дмитрию Монастыреву. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Валерий Золотухин и Геннадий Звонков. Северный Золотухин и Геннадий Звонков World Восемьдесят лет назад, весной 1942 года, завершилась битва за Москву, где плечом к плечу сражались с ненавистным врагом сотни тысяч красноармейцев и добровольцев из всех республик нашей Родины. В ходе кровопролитных боев войска фашистской Германии потерпели свое первое серьезное поражение. Враг был отброшен от стен столицы. Впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Победа под Москвой вселила уверенность бойцам Красной Армии и всему советскому народу. Враг будет разбит! Победа будет за нами! В годы войны Родина по достоинству оценила подвиг и массовый героизм советских солдат, наградив их боевыми орденами и медалями. Среди них Орден Отечественной Войны, ставший первым боевым орденом, символом воинской храбрости, стойкости и мужества в боях за Родину. Сегодня Орден свято хранят в семьях и как реликвию передают из поколения в поколение. В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину со дня учреждения легендарной награды. Орден свято хранят в семьях и как реликвию передают из поколения. Вольна! Парад Сиро для встречи слева! На кровь! Парад Сиро для встречи слева! Для принятия доклада о готовности войск московского гарнизона к параду встречает министра обороны, главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации! Войска московского гарнизона для парада возновинования 77-й годовщины победы Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Солюков. В соответствии с церемонией проведения военных парадов, министр обороны и командующий парадом начинают объезд парадных расчетов войск. Министр обороны Сергей Шойгу направляется к парадному строю полка сухопутных войск для приветствия слушателей Военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии и Академии войсковой ПВО. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Сухопутные войска составляют основу вооруженных сил Российской Федерации. На всех этапах существования нашего государства военнослужащие сухопутных войск играли важнейшую и решающую роль в достижении победы над врагом, отстаивании национальных интересов страны. Сегодня личный состав воинских частей постоянно совершенствует свое боевое мастерство и умело осваивает возможности современных образцов вооружения и военной техники. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министр обороны! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил парадные расчеты полка воздушно-космических сил. Сегодня летчики военно-воздушных сил, армейской авиации, военнослужащие сил противовоздушной обороны и космических войск показывают высочайший профессионализм и надежно стоят на страже воздушно-космического пространства страны. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадный строй инженерных и железнодорожных войск, военнослужащих военной полиции и ФСП России, подразделений Западного военного округа, войск радиационной, химической и биологической защиты. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днём Победы парадные расчёты ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Министр обороны поздравил с Днём Победы парадный строй инженерных и железнодорожных войск. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчёты военно-морского флота, МЧС России, Всероссийского казачьего общества, военнослужащих женщин и юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, воспитанников морского кадетского корпуса и юноармии. Сегодня в военном параде принимают участие 11 тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойку завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооружёнными силами Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий, вооружёнными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Праздник. Вольно! Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Великой Победы! Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцами Нина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю, как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день, в нескончаемом потоке бессмертного полка, дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантии безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причём непосредственно у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Соединённые Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно всё это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв, перечёркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдата Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооружённым силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожжённых в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Звук храбрых в праведном бою за Россию. Звук храбрых в праведном бою за Россию. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестёр, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи, сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу, стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пули осколков, как родные братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне – главная ценность, надёжная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооружённым силам! За Россию! За победу! Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парад! Вирно! К торжественному маршу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По батальону! На одного линейного дистанции! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равнение направо! Шагом марш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом Генерал армии Олег Солюков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Право первыми пройти по Красной площади, задавая темп и ритм движения парадных расчетов, предоставлено юным воспитанникам Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. В этом году училище отмечает 85 лет со дня своего образования. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени победы и знамени вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает рода почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Личный состав почетного караула с честью представляет страну и вооруженные силы на государственных и протокольных мероприятиях. На марше парадный расчет Московского Суворовского военного училища под командованием полковника Игоря Якимова. С 1957 года воспитанники училища неизменно представляют наследников Суворова на парадах победы, проходящих на Красной площади. На Красной площади Тверское Суворовское военное училище. Во главе парадного расчета полковник Сергей Тунденков. С момента образования из стен училища вышло более 15 тысяч воспитанников, которые стали достойными защитниками Родины. На брусчатке Красной площади парадный расчет Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Валерий Мирон. Сегодня в строю наследники моряков Северного флота и защитников Заполярья. На Красной площади воспитанники Кронштадтского морского военного кадетского корпуса во главе с капитаном 1-го ранга Николаем Довбешко в основе учебного процесса корпуса воспитания подрастающего поколения на лучших морских традициях российского флота. В параде победы участвуют лучшие представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в рядах которого уже более миллиона самых преданных Родине и народу юношей и девушек. Возглавляет парадный расчет юных патриотов начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Никита Нагорный. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России открывают прохождение слушатели Общевойсковой Академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Александр Романчук. Большая часть прославленных маршалов Победы и командиров Красной Армии обучались военному искусству в стенах Академии. Сегодня Академия продолжает оставаться главной кузницей командных кадров тактического звена для российской армии и других силовых ведомств. Мимо трибун проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. За более чем вековую историю военным университетом подготовлено свыше 230 тысяч офицеров, специалистов военно-политической работы, военных психологов, юристов и переводчиков. По Красной площади проходит Военная Академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Крулева. Во главе парадного строя генерал-майор Владимир Коновалов. Более 120 лет Академия готовит профессионалов войскового тыла по 270 специальностям. Учебным заведениям подготовлено свыше 120 тысяч руководящих кадров материально-технического обеспечения. В парадном строю курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Парадный расчет возглавляет генерал-майор Олег Егоров. В стенах академии ведется подготовка высокопрофессиональных специалистов для ракетных войск и артиллерии. Более 100 выпускников Академии стали героями Советского Союза и России. На марше Военная Академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Возглавляет строй начальник Академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. Сегодня выпускники Академии возглавляют расчеты самых современных зенитных ракетных комплексов и систем. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих женщин. Их возглавляют майор Мария Васильева и подполковник Екатерина Ряхова. В строю будущие специалисты тыла и связи, психологи и переводчики, юристы и финансовые работники, офицеры Воздушно-космических сил и войск радиационной, химической и биологической защиты из шести военных учебных заведений России. На Красной площади полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Во главе парадного расчета начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Весь летный и инженерно-технический состав авиационных частей войск радиоэлектронной борьбы являются выпускниками академии. Выпускники академии всегда являлись примером выполнения воинского долга, мужества и героизма при защите Отечества, выполнении боевых и специальных задач, освоения воздушного пространства и космоса. В их числе Иван Кожедуб, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. Более полутора тысяч выпускников академии удостойны высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. 60 выпускников удостойны этого звания дважды. На марше парадный расчет Военно-космической академии имени Можайского. Во главе парадного строя генерал-майор Юрий Кулешов. Академия готовит славную плеяду защитников Отечества в различных областях военного строительства и освоения космоса. Выпускники академии являются ведущими инженерами и связистами, топографами и специалистами цифровых технологий в сфере военно-космической деятельности. На Красной площади полк военно-морского флота России открывает прохождение военных моряков парадный строй военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Клименко. Сегодня выпускники академии достойно проходят службу на всех плотах. Под их началом самая современная и грозная техника, позволяющая надежно защищать рубежи нашей Родины в любой точке мирового океана. Более 50 выпускников академии являются героями Советского Союза и социалистического труда. Мимо трибун проходят курсанты севастопольцы Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Гринкевич. В послевоенные годы выпускники училища стали первыми специалистами корабельного и берегового ракетного вооружения, внеся достойный вклад в развитие боевой мощи военно-морского флота. На марше полк ракетных войск стратегического назначения. Открывает его прохождение парадный расчет Академии имени Петра Великого. Во главе парадного строя начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Афонин. Сегодня Академия является одним из ведущих военно-учебных и научных центров страны. Новейшая учебно-материальная база позволяет готовить офицеров-ракетчиков по 20 специальностям, предназначенным для эксплуатации новейших ракетных комплексов стратегического назначения. На Красной площади Серпуховский филиал Академии Петра Великого возглавляет парадный расчет генерал-майор Андрей Морозов. Более 80 лет учебное заведение является настоящей кузницей командно-инженерных кадров для эксплуатации мобильных ракетных комплексов, позволяющих эффективно решать задачи национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. Горда Чеканя Шак по Красной площади проходят военнослужащие воздушно-десантных войск. Парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет начальник училища полковник Руслан Евкодимов училищем подготовлено более 50 тысяч офицеров беззаветно преданных своей родине воинскому долгу готовых выполнить самые сложные боевые задачи. За мужество и отвагу 138 офицеров воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Российской Федерации. на марше Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчет возглавляет генерал-майор Валерий Козлов. В этом году институт отметил свое 90-летие. За эти годы подготовлено свыше 50 тысяч офицеров для российских органов безопасности. На Красной площади курсанты Военной Академии Радиационной Химической и Биологической Защиты возглавляет строй начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов. В этом году Академия торжественно отметит свое 90-летие. На брусчатке Красной площади 45-я гвардейская берлинская инженерная бригада возглавляет строй подполковник Артем Ратаев. Сегодня в строю наследники инженерных частей, покрывших себя неувидаемой славой во всех сражениях Великой Отечественной войны. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Во главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Сегодня воины железнодорожники успешно выполняют государственную задачу по развитию Байкало-Амурской магистрали. На марше парадный расчет военной полиции. Возглавляет строй полковник Геннадий Макаров. Военные полицейские достойно обеспечивают выполнение специальных задач, в том числе и за пределами России. Во брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков. В этом году учебному заведению исполняется 30 лет. Академией подготовлено более 70 тысяч специалистов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На марше военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной Гвардии России. Во главе парадного расчета командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. Сегодня краповые билеты свято берегут боевые традиции соединения, проявляя доблесть, мужество и отвагу. Они с честью выполняют свой долг по обеспечению правопорядка, безопасности стратегических объектов и мирных граждан. На Красной площади парадные расчеты кубанского и терского казачьих войск, представляющих Всероссийское казачье общество. Возглавляет парадный строй казачий генерал Николай Далуда. Веками верой и правдой казаки стояли на службе отечеству, защищая родную землю. Встали на ее защиту и в годы Великой Отечественной войны. Более 70 боевых соединений и воинских частей, сформированных из числа казаков, покрыли себя неувидаемой славой и доблестью. На Красной площади военнослужащие Западного военного округа открывает прохождение парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Возглавляет расчет подполковник Михаил Запивалов. В годы войны дивизия приняла участие более чем в 20 операциях. В числе первых была удостоена высокого звания гвардейская. На марше парадный строй 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Роман Рыбин. 57 героев Советского Союза и России являются гордостью прославленного соединения. На Красной площади 27-я отдельная севастопольская мотострелковая бригада во главе с подполковником Русланом Дмитровым. В годы войны личный состав бригады особо отличился при штурме Сапун-горы и Кенигсберга. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом кремлевцев начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище покрыло себя неувидаемой славой в годы войны благодаря мужеству, героизму и самопожертвованию своих курсантов, вставших стеной на подступах к Москве. Эти лучшие традиции российского воина живут и сегодня среди выпускников училища, офицеров сухопутных войск Российской Федерации. За совершенные подвиги 109 выпускников училища отмечены высоким званием Героя Советского Союза, России и социалистического труда. КОНЕЦ Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет Сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 131 единица боевой техники. Открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует 34-кой старший сержант Илья Шибоненко. По Красной площади проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности Тайфун ВДВ и Тайфун К с боевыми модулями дистанционного управления 16-й гвардейской бригады специального назначения. Командует парадным расчетом старший лейтенант Роман Проваторов. В составе колонны боевых машин пехоты 15-го гвардейского шавлинского мотострелкового полка 2-й гвардейской таманской мотострелковой дивизии БМП-2 с боевым отделением Бережок, БМП-3 и новое поколение тяжелых БМП Бурганец-25 с боевым модулем Эпоха. Возглавляет парадный строй старший лейтенант Евгений Чернявский. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72 Б-3М 1-го гвардейского чертковского танкового полка имени маршала Катукова 2-й гвардейской таманской мотострелковой дивизии. За годы войны полк награжден шестью боевыми орденами. Командует парадным расчетом капитан Ильдар Каюмов. На Красной площади колонна современной бронетехники сухопутных войск в составе танков Т-90М Прорыв и нового поколения танков Т-14 Армата 27-й гвардейской севастопольской краснознаменной бригады. Возглавляет колонну капитан Тенгиз Наджапов. На брусчатке Красной площади боевая техника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации. Открывают прохождение наследники легендарных «Катюш» военнослужащие 147-го гвардейского Симферопольского артиллерийского полка в составе дивизиона модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» с автоматизированной системой управления огнем. Возглавляет парадный строй майор Дмитрий Рябчиков. Мимо трибун проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады. В годы Великой Отечественной войны за успешное выполнение поставленных задач бригада награждена семью боевыми орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Шубин. Ствольную артиллерию сухопутных войск представляет колонна 152-х миллиметровых самоходных гаубиц НСТА-С 236-й артиллерийской бригады. Командует парадным расчетом майор Ильнар Софиулин. Единая система управления огнем и заложенные уникальные технические возможности позволяют самоходным гаубицам выражать цели с высокой точностью и максимальной скорострельностью. На Красную площадь выдвигается парадный расчет частей противовоздушной обороны сухопутных войск. В его составе зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 Гвардейского Торнопольского полка 4-й Кантемировской дивизии и БУК-М3 53-й Берлинской зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем майор Сергей Орехов. Последнее поколение зенитных ракетных комплексов позволяет отражать массированные воздушные удары противника, надежно прикрывая технику и личный состав в ходе боевых действий. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России под руководством майора Игоря Иванова. Боевые характеристики комплекса делают его лучшим в мире среди систем противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные, но и перспективные средства воздушно-космического нападения потенциального противника. Мимо трибун проходит техника Воздушно-десантных войск. Открывает прохождение парадный расчет 137-го гвардейского Рязанского парашютно-десантного полка на машинах десанта нового поколения БМД-4 М под командованием подполковника Сергея Кошелева. По своей огневой мощи, скоростным качествам и возможностям десантирования боевая машина не имеет аналогов в мире. На Красной площади парадный расчет участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик под знаменем 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах «Ракушка». За храбрость и мужество все военнослужащие награждены боевыми орденами и медалями. Командует расчетом капитан Артем Ермаков. Как и в годы Великой Отечественной, правнуки воинов-победителей под девизом «Никто кроме нас» ведут бескомпромиссную борьбу по уничтожению нацизма. Стоят на защите мирных граждан. На Красной площади представлены боевые многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-9». Возглавляет колонну подполковник Максим Равнов. Робототехнические комплексы предназначены для выполнения боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Мобильные возможности комплекса «Ярс» позволяют в короткие сроки скрытно рассредоточиться на больших территориях и осуществить гарантированный запуск ракеты, способной преодолеть любую систему противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. под командованием лейтенанта Павла Комарова замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. «Бумеранг» «Бумеранг» В финале военного парада сводный оркестр исполняет песню «Родная страна». «Бумеранг» «Бумеранг» За этот мир хватили мы в боях ценой немалою большой ценою четыре люди «Бумеранг» 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 Родная страна, родная страна, мы славим твое возрождение, родная страна. Военный парад, посвященный 77-летию победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Достраствует 77-я годовщина Великой Победы. Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны. Ура! Поздравляем всех россиян с Великим Праздником! Ура! 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 Ура!